давайте продвигаться тихо ау ты свинь да хватит больно же я нежный мужчина на прокачку ну слушай на прокачку надо вот как-то так вот стрим закончить здравствуйте стрим как-то так закончить надо в том месте где смогу выползти на карту мира и покачаться по кашу просто идем Мы так и не встретили Флина. Кто такой этот рыцарь? Он друг Юрия. А, твой друг? Это, наверное, нелегко. Чего? Ничего, неважно. Так что привело его в этот город? Флин, искал Мага, чтобы он помог восстановить властью барьера в Халури. А, этот паренек. Кому он тоже приходил? Флин, так с ним все в порядке? Да вроде бы. Вроде бы. Поскольку он рыцарь, я уверена, что он говорил, какому-нибудь Мага помочь. Может, парень уже вернулся в Халу? Ну тогда... Не нравится мне это. Ну, вы все еще мне не доверяете? Мне кажется, Рита не тот человек, который станет красть. Можешь вручаться за нее сколько угодно, но это не доказывает ее невиновность. Но... Ну не, старайся убедить его поверить мне. Но я и правда этого не делала. Ну, думаю, исследование подходит тебе больше, чем воровство. Юли не очень хорошо выражает свои чувства. Странный он. Я сообщу городскую стражу о том, что произошло. Недите в моей лаборатории и ждите меня там. Боюсь, эти упрямые стражи не дадут нам пройти. Не правда, возьми это. Покажи это стражи, и они тебя впустят. Спасибо. Слушай меня. Не покидай город без моего разрешения, или пожалеешь? Пропуск. Аллилуйя. И тем временем, Рита покидает команду. И тем временем, Лизетта отправляет нам 60 грамм яблочного желешки. Собственно, вот, Тинечка, немного желешки. Удачный с прохождением и поменьше приколов от Юрки. С вылетом игры. Вкусная чайка и упорота в настроении. Спасибо, Лизетта. Спасибо за яблочное желе. Не так нравится вот это выражение лица? Эстель, когда она, знаете, вот, вот это, вот эти глазки, вот эти арочки, вот эти, вот, чего? Вот такое упорота лицовая. Здорово. Смотри, у меня есть пропуск. Этот объект находится в непосредственном ведении империи. Если вы не по делу, ступайте дальше. Ну, в принципе, можно сразу домой, я так понимаю, к ней топать. Без лишних, так сказать, проволочек. Рубль, привет тебе. Если ты так беспокоишься о Флине, может, лучше уйти сейчас? Нет, просто я должна попрощаться с Литой, как положено. Тогда успокойся. Юри, что ты собираешься делать потом? Наверное, вещу того, кто стоит за кражей ядер власти. Похоже, Дедекки отправился в то же место. В таком случае нужно идти прямиком в Гамень-Нор. Разве он не сказал, гавань, Торим? Ааа, ты не знаешь? Не знаю, чего. Нор и Торим – порты города, расположенного на двух материках. В Ирики, где мы сейчас, находится порт Капуа-Нор. Люди зовут его просто Гавню-Нор. А Капуа-Торим – порт на другой стороне, в Толбике. Его обычно называют Гавню-Торим. Поэтому сначала мы отправимся в Гавню-Нор. По пути придется пересечь холм Эммит, но он не так далеко отсюда, на западе. Я вернусь в Халур. Мне нужно следовать за Флинном. Ну, не знаю. Возможно, я тоже вот направлюсь в Халур. Что? Почему? А кто вообще может так говорить? Мы с Жум пустим вора. Нет причин для паники. По словам нашего приятеля из руины, его наниматель обосновался в Халуре. Кроме того, если мы отправимся на запад, то пройдем близко к городу. А, Юрий, ну, я как бы это самое, я... Ты должен быть где-то, да? Больная подруга с ней, с чем вам недугом или что-то другое? Ох, если бы она и правда была хрупкой девушкой. Я, конечно, попросила вас подождать меня здесь, но вы явно почувствовали себя как дома. Вашу Машу. О, с возвращением. Что вы-то везде сделали с вором? Вероятно, он же тихонько плачет в своей камере. Хи-хи. Ну, извини, что подозревала тебя. Какое искреннее извинение. Хотя я приму его. Для меня это все тоже неплохо обернулось. Рита? Спасибо за гостеприимство. Че, уже уходите? Не хотим злоупотреблять твоим радушием. К тому же мы немного торопимся. Рита, я очень счастлива, что познакомилась с тобой. Боишь, нам нужно идти? Я отблагодарю тебя позже. Хорошо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вот почему ты сказала не уходить, не попрощавшись. Ага. Ага, и это все? Ты можешь вот так запросто уйти? Ты же здесь важный маг. Ммм... Дело на правильное... Какой-то... Что? Не-не, никогда не было друзей моего возраста. Не уверен, что мы... Нам будет так весело. Вообще-то она сказала немножко другое. Да-да-да-да... Юрец опять жопу прикрыл. Прям чужие тайны оберегает, как... Я не знаю. Да-да-да, ее точно властью парницовски заинтересовала. Да и Юрка даже ей заинтересовался. Юрка что-то знает. Юрка, 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 Юрка мудрый мужик. Но он делает вид, что он продурок. Вообще можно было бы сходить. Может быть, что-то прикупить. Э-э-э. Какая-то спокойная. Что нам? Куда нам? Обратно в Харулы? Ну, пока что, видите, такие... Завязочка. Прям завязочка-завязочка. Мы пока что все еще чиним фонтан. Но, на самом деле, я чувствую, совсем скоро жахнет. Жахнет сюжетец. Пока что пролог, потому что у нас до сих пор вылезает обучение. Мы еще даже синтезировать не умеем, так что... Субтитры создавал. Так, там еще одно шточка было Шточка, там второй диалог был, я видела Скажем так, помимо русского я знаю еще один язык Но это знают только преданные жители нашего канала Так, просто изменяй эту информацию, не выйти Хорош В лесочке что-нибудь можно собирать? Физки, конечно, именно его Язык подстебов Не, ну если считать еще и его, то это уже целых три языка Анимешный язык, волк, называется японским Это я так на секрет скажу Блин, надо было диалог послушать, он новый был Ну ладно Язык подстебил Язык подстебил Ооо Рита, ты продолжал исследовать в Аспио? Да, да. Это уже 5 лет. 5 лет? Рита, сейчас сколько лет? 15 лет? Ну, все-таки 15 лет. Я уже 10 лет, когда я уже исследовал Бластия. Да, да? Какие лет? Какие лет? Этой... Сегодня 18 лет. Ах... Уиндеркинг! Я же говорю, если 15, но она такая умная, значит она Уиндеркинг. Значит, детенышем она не считается. Так, прежде чем идти в Харул... Нам же еще здесь надо... Через Дейдон пройти. Мы же в Харул возвращаемся, да? Или нам все-таки в порт? Слушай, а кокеану дадут пройти сейчас? Да я моя. Пустите меня к океану! Халур не город с деревом. Пустите меня к океану! Я уже запуталась, если честно, кто где. А как эта столичка называлась? А, Харул, да, это же дерево. Я что-то подумала, что это начальный. Эх, вот так приходишь. У меня еще где-то в голове... Видите, даже по управлению я постоянно нажимаю треугольник. Здесь стиля головного мозга. Там Зефис был, да? Ой, смотри, зелененькая. Ой, золотенькая стала. Дерево уже цветет, нифига себе. Я же говорил! Мы вернули его к жизни. Блин, этот Харул меня просто сбивает, потому что Хайрул, Зельда... Харул, вот, короче, вот это. Поэтому я что-то думала, что это столичка. Ну, нифига, обратно пехать. Думаю, нахрена. О, вы вернулись! Как рыцарь говорил. Вы имеете ввиду Флина? К сожалению, вы только что разглянулись. О, нет! Только не снова! Он очень удивился, что барьер снова в порядке. Эм, вы случайно не знаете куда он направился? Нет, не знаю. Мне жаль. Но он доверял мне письмо. Что? Плакат о розыске? Откуда? Н-наде? Ах... Опять не нос, неправильно нарисовали! И волосы слишком короткие! Цвет глаз у меня другой. Видимо, я натворилась слишком много дел. Да каких дел ты натворилась, что тебя разыскивают? Это моя вина. О, да ладно! Всего пять тысяч монет! Это слишком много для простой побега из тюрьмы! Ты точно что-то еще сделал! Ну, а что в письме? Я отправляюсь в Гавель Нор. Догоняйте! Догоняйте, да? Ему легко говорить. Он пишет также, что нам следует опасаться наебных убийц. Да ты что?! Флинн, ну прям... Что ж мы бы из тебя бы делали-то? Ух ты! Он даже в курсе, что нас преследует! Похоже, этот парень знает свое дело. Судя по всему, за нами теперь охотятся опасные люди. Что будем делать? Ну... Я собираюсь в Гавель Нор. Могу передать тебе весточку, если хочешь? Но... Подумай о том, чего ты хочешь. Я проверю, чтобы Рита не создавала лишних проблем. Волк, я слишком... Мало проходила тейлсофов, чтобы прям так судить. Они все клевые! Каждый по-своему. Эй! Слушайте! Дерево холора вернулось к жизни! Это... Вообще-то я хотела сказать не гей, а эй! А что, здесь разница, да? Наверное, дерево навестил лекарь. Наверное. Слушайте, можно было бы прям прикупиться, наверное. Там что-то из красивой стиля. Зелётое и всё такое. Говорят, к востоку отсюда есть город магов. Мне бы хотелось отправиться туда, чтобы изучать власти. Раньше надо было думать об этом. Пожалуйста, я могу помочь. Чё нового у тебя продаётся? Ничего. Понятно. Всё старенькое. Никакого разнообразия. Безобразия. Так, ладно. Давайте тогда хотя бы яблочную жилишку накупим. У нас их осталось. Надо сказать, что это много. Вот так. У окошка. Ну, давай парочку. Троечку. Пятёрочку. Анхин. Туда же. МММ. Ой, да какой обманывал. Слушай, как... Получается, продажи тут как-то как такого и нету, да? Большое спасибо. Приходите еще. Что-то мне подсказывает, что Флинн пытается принцесску с другом свести. Ну, не знаю. Если красивые цветы доставляют тебе удовольствие, прояви благодарность корням, которые их породили. Такая у нас в Халуре есть старая поговорка. Продажи есть. А где она там, господи? Нужны доспехи. Вот я бы с удовольствием, что они занимаются. Так, где кнопочку продать? А, вот же. Вот для дебилов, блин. Я забыла, что здесь при входе вот это вот. Так, а здесь же надетое оно не присутствует, да? Ну, как-то вот так. Кэролов молот. Он же его не таскает больше, правильно? Нет, самому ему топор там дает, да? Оно точно не нужно для крафта, да? Потому что вот каркаде плюс один там было, по идее, нам нужно каркаде. По-моему, там было каркаде, слушай, для синтеза. Не продавай оружие, но нужно для синтеза. Камон! А что выше-то написали? Ааааа! И что теперь делать? Можно отменить? Раньше можно было отменить. Оружие нужно. Ты, бляха, ты раньше сказать не могла, я начала хореначать все. Как-то раньше отменить можно было взести в Берсерии. Купи новое. Такое же. Не хочу. Вы же про доспехи писали. Ну да, но как-то я про все же спрашивала. Слушайте, а здесь есть кнопка отмены? Это все старое. Это все не нужно. Ладно. Черт с ним. Стоп. Доспехи. А шапки? Шапки входят в доспехи? Так, пока оставлю. Жест, васселена, васселена. Желса, здравствуй. Хау-хау. Ладно, двигаем отсюда. Крафт шапок у меня пока не попадался. Хорошо. Можем проверить, как дела у Риты. А, Рита же еще. Пойдемте без нее. Пошумок. Она все равно догонит, стопроцентно. Я должна. Флинн. Припадочные. А снова будем смотреть на цветы. Оттягивать напитки. Любоваться цветами. Знаменитый трактир Денебола совсем рядом, кстати. Да, заходите отдохнуть с дороги. Хороший день, но мы вроде более-менее живы. Если подниметесь вверх по холму, видите дерево холма. Да ты что! На нем растут цветы трех разных видов. А, вы уже знаете об этом, да? Да, прикинь. Пацан. Я больше не понимаю Юру. И Эстель тоже. Че нас понимать-то? Игрушка очень красивая, да? Здорово. Невероятно. Никто не видела ничего подобного. Сейчас не сезон, а дерево цветет в полную силу. И барьер такой прочный. Неужели это сделает с Эстелиза? Что ты имеешь ввиду? Карел проболтался, когда мы уходили из Аспио. И попытался перевести тему, но слишком поздно. Видимо, я просчитался. Она делает такие вещи, которые магам и не снились. Ты решила пойти с нами, чтобы избавиться от соперницы? Не говори ерунды. Мне надо работать над формулой. Формула? Ну, что за формула? Ничего такого. Забудь. Что тебе нужно? Ты же не просто так сюда пришел. Ну, половину мы уже обсудили. А вторая половина? Ты говорила, с Бластиями легко работать, потому что они никогда не предадут. Но и? И ты и Эстер люди, а не Бластия. А, поняла. Ты о ней беспокоишься. Переживаешь, что я могу причинить ее вред. Эстер честная, добрая, в отличие от нас с тобой. Просто предупреждаю. Не сделай что-нибудь безрассудное. Ладно. Давай возвращаться. Карла и Астерина ждут. Я наконец нашла доказательство, которое искала. Самое время для безрассудства. О-о-о-о, Юрочка защищает Астерику. А? А? Манкайно кисетсу, не наったра ааа нарунжя нее-нока? А? Игра, нанде, ассоко мадекирейне, зембу на цвоми га хирайта риа шинайва. Мне нравится вот этот, знаете, стиль вечного пофигизма, Юрочки, за которым на самом деле скрывается очень хитрожопая тушенка. И, как сказать, план. Он делает, вроде как кажется, что он фигню какую-то делает, а на самом деле у него все прям выверено. Ты кто такой? Добрый день. Вы хотите узнать о синтезе? Давай. Обычного ушка до покупателя. Так, что за... Сегодняшнее предложение по синтезу. Урочный топор, цепочка. Пока нас не учили, не буду ничего запоминать. Буду просто открывать обычную ложку. Синтез оружия. Материал выправший с боссов. Из некоторых более сильных врагов могут выпадать материалы, необходимые для синтеза. Есть вероятность получить из такого сырья хорошие предметы. Например, можно создать из антибиотиков амулет с защитой на 50% от отравления. Нихрена. Не стесняйтесь проверять, можно ли использовать эти материалы для синтеза и чего-нибудь особенного. Синтез оружия. Скорее всего, будете часто заниматься именно синтезом оружия. Да, я помню. Я взестили 40 часов крафта. 40 часов. Это связано с тем, что оружие обладает множеством навыков. Старое оружие часто необходимо в качестве материала для синтеза нового. За это вам не выкидывать и не продавать любое оружие, попадающееся вам в руки. Твою мать. Меч начальный срала уже. Бляха. Он клёвый, он же Юрочкин. Лучше продавать старые доспехи. И ты раньше где был, козлины белобрысы? Верните оружие, бляха. Хоть бери, да загрузись. Ага, может загрузимся? Я уже готова к этому. Одно оружие. Любые деньги. Кстати, синтез. Железь сюрпризом. Из хвоста, красного бутона и основы для желе. Так, а что по оружию? А, ну вот оно поперло. Оно прям, оно прям, прям, как сказать, оно срочно. Здесь есть смысл оставлять вот самое-самое первое оружие, чтобы получить какое-то мега-мега? Или дальше все-таки будет какое-то оружие повеселее и будет смысл качать именно его? Как в Зистирии, например. Так, ну цепочку давай. Как оно там делается? Так, что-то сделали. Окей. Чем дальше, тем прочь. Ну, то есть нет смысла грузиться, да? Ради первого мяча. Это крокодешка. Так, подожди. Крокодешка что-то минусит. А, кашка. Ну, у нас, слушай, 10 штук этих, и 400 рублей на это надо. Для этого у меня пока что нет, дарапиры тоже нет. А броня тут наплюсивается? Наплюсивается? Вроде, раз она не участвует в синтезе, значит, не наплюсивается, да? Значит, жизнь будет в этом плане попроще. Только оружие. Только оружие наплюсивается, да? Потому что в Зистирии, по-моему, еще и броня тоже это делала. Вернитесь с нами в столицу, пока можете. Сейчас будет весело. Мы здесь пришли, чтобы это любезно сопроводить вас домой. А потом закуем Юрия в кандалы. Как он этого заслуживает. Я тебе заштался, Юри, Лоуэлл. Даже пальцем не шевели. Серьезно? Этот парень никогда не сдается. Хоть мои старые знакомые, сегодня я не стану закрывать глаза на твои преступления. Юрия неплохой человек. Я попросила его пойти со мной. Ой, Юрия мерзавец, ты запугал людей слизу. Нет, я сама этого хочу. Я вернусь в замок. Только позвольте мне побыть свободно еще немного. Это исключено. Возвращайтесь в замок с нами. Я не могу. Пожалуйста, поймите. У нас нет выбора. Нам придется схватить преступника. Черт. Я не сохранилась. Так, а что это слева такое? Попрощайся со своей свободой, потому что сегодня ей придет конец. Готовься. Это узреть сверхсилу. Совершенный боевой прием имперских рыцарей. Сверхсила не является прерогативой рыцарей. Насколько мне известно, ее может выполнить кто угодно. Тихо! Это... Юрия, что такое сверхсила? Это техника, используемая для усиления способностей в бою. Как я решила выполнять? Клупец! Как ты мог забыть такое? Это я освежу тебе память. Но после этого я выдам тебе это билетный пояс смерти без остановок. Первая атака! Будь ты проклят! Атака! А, точно! Атакуешь врага, это поднимает твой боевой дух. Проклятие! Удары не переходят в комбо! Да. Ай! Больно же это! Больше это я не потерплю! А, да! Если тебя такует, твой боевой дух тоже поднимается. Школа заполняется, когда вы атакуете или вас атакуют. Хорошо. Короче, лимиты. Затем, если освободить накопленный боевой дух, будет жопонька кому-то! Мне вот эту компонацию нажать? Или мне что-то одно нажать? О, боже мой, что-то так сложно. Нет, что-то одно. Вау, вау, вау! Юночка, что вы такой жаркий мужчина? Ух ты! Юри, это потрясающе! В режиме сверхсилы можно последовательно использовать базовые атаки и приемы. А, типа, до этого нельзя было, что ли? Больше нельзя позволить ему подготовить атаку. Я кричу вами так, как хочу. О, мочилова! Ты что, упал, что ли? Сверхсила, твою мать! Как-то так... Ой, так... Лежает, сумака! Имперская! Животная! Минус один! Я потихоньку! Идай, 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 идай! Идай, 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 идай! Я кин sочу, ух. Что-то выпустили. Храня ушло. Лошары! Чё, тут почему могу готовить? Наконятно. Веда закончилась, что ли? Позорище! Чё, Рита! Чё, Рита! Чё, Рита! Она сказала, что никогда не пойдёт, так что проваливайте! Юри, что вы они? Ой-ой-ой. Блядь, так ты знала, что они по-прежнему у нас на хвосте. А теперь-то что? О чём это вы? Потом объясню. Кэрол, в какой стране гавань Нор? А... Она на западе. Да, Капоа Нор сразу за холмом имит. Валим. Отлично, тогда вперёд. Но я не могу. Давай решай уж, что ли. Чё ты на самом деле хочешь? Продолжать пусть вместе с нами или вернуться домой? Я продолжу путь. Правильный выбор. Но эти рыцари с ними уж точно не согласятся. Правила имперских рыцарей номер один. С этим мечом в руке я клянусь защищать людей. Так. Верно! Давайте, парни, покажем им, чего стоят имперские рыцари. Тикаем! М-м-м-м. Мне жаль. Замечательно. Фух! Хорош! Беравиндус, привет тебе! Так, дикаем на запад. Что ты видишь? Поехали! 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 А что? Рита — это ненавида? Нет! Нет! Ага! Рита — это вот, но... Рапидо! Рапидо — это ненавида. Ты очень уверен, да? Загноила собаку просто женщина! Так, вопрос... Что она там не... А, все, закончились с ним. А на городе я не-то поняла. Как там... Умерла? О, смотри, не могу повышать атаку. О, слушай, у пацана звездочка появилась. Хотя он готовил, по-моему, реже, чем... Хотя нет, он, по-моему, чаще всего и готовил, кстати. Одна звездочка — это, типа, первый уровень, да? Бутеры будут делать. Ну, слушай, повариха, она дает о себе знать, понимаешь? А есть какой-то смысл ставить нескольких персонажей на готовку? Или лучше все-таки на одного? Бур делать. Да? Есть смысл какой? Ну, то есть, какая разница? У них у всех свои предпочтения в виде. А их никто не спрашивает про предпочтения. Я говорю, есть ли смысл ставить разных персонажей на готовку? Чтобы они как-то качались? Или лучше, чтобы один готовил, чтобы он был главным поваром партии? То, что я не помню в Зистирии... По-моему, в Берсирии были какие-то на эту тему приколы, но я не помню ни хрена. Кто-то готовит лучше, кто-то готовит хуже. Ну, предполагаю, что Юрочка готовит неплохо, потому что он умеет. И пацан, у него костюм поварихи, наверное, не просто так. Баба-то точно ничего не умеет. А давай, кстати, Ритку поставим. На сливочный соус. Ребята сэндвич вообще собачью еду делает. Я догадываюсь. Так. Пожрать бы, кстати, прямо сейчас. Хотя нет, знаешь. Пойдем, знаешь, что сделаем? Игра не портит еду. Ну, это да, но как бы... По-моему, у нас... У меня вопрос только... Не к тому... Портит он и не портит. У меня вопрос, есть ли смысл прокачивать только одного? На готовку. Так. Или нужно качать всех. То есть есть какая-то принципиальная разница? Потому что блюда-то от этого не меняются, от того, кто их готовит. А если их будет... Если ты будешь заставлять только одного кого-то готовить, соответственно, он быстрее, по идее, должен прокачаться. Соответственно, ну, как бы... Какой-то профит, наверное, с этого будет? Или нет? О! Здравствуйте! Пожалуйста, отдохну за 50 монет, да. Ну, куда бежим? Лечиться. А здесь хорошо отдохнули. Отлично просто отдохнули, спасибо. Отлично. Вам нет. Много страшных слов за одну секунду времени. А порт этот, куда мы идем? Он же был там, где вход в океан, да? Который мы находили. Кабаны, разве? Кабаны? Ну, похоже на баллонок. Кабалонки, короче. Да ладно, второй враг был далеко. Вот никакая падля. Крылатая. Хватит бить меня в поляха. Кабачок, ау-ва! Что ты ушами трясешь? Лежать! Хватит. Ой, шут, фиолетовый страшный. Шампунь, грез! Не удалось. Встрал Юрий. Только мы о тебе говорили, что ты хороший повар. Встрял все. Да, е-мая. Токио, говорит. Токио, шампунь. Сафа. Саха. Кто-то. Банзай. Эх, только зря потратила в конце боя. А где там? Скупи, да. Я угораю. Я угораю каждый раз, когда слышу это. Опа! Где там мой проход на этот самый океану? К морю хочу! Это, честно говоря, этот город с этими круглями наверху напоминает мне сад Баламбы. В смеси с деревом и ифа. Так, вот она, да? Рутичкотина какая! Умри же! Что это было? Так, они начали косячить. Слушай, с едой только мы про это заговорили. Может я, конечно, раньше не замечала? Но, по-моему, раньше они не косячили. Замечательно. 7 часов, кстати, ровно. Раньше косячили, а я, видимо, не обращала внимания. Так, это холм Эймит? Да! Но... Но... Странно. Барьер пропал. То есть здесь раньше был барьер? Да, когда я здесь был в последний раз. По-моему, барьер в месте, где нет людей после оттраты средств. Ты точно не ошибаешься? Я достаточно хорошо осведомлена местами за барьерами. Но чтобы здесь... Я просто не слышала здешний. Нэн говорила, что его сюда недавно поместили. Нэн, слушай, нянюшка из... Кусланда. Точнее, Кусланда из Драгон Эйдж. Нэн. Кто такая Нэн, Кэрл? А? Она... Просто друг из моей кити! Я... Я собираюсь пойти вот разуздать что-нибудь. Я, пожалуй, сама посмотрю, что к чему. Конечно. Не обращайте на нас внимания. Если они заблудятся, я их не буду разыскивать. Уверен, Юрий? Столомничка, хорошо. Да господи, дайте шаг-то сделать. Эй-эй! Посторонним тут быть нельзя. Дай пройти. Я Рита Мордио из имперской лаборатории исследования власти. О, такой маг из Аспио. Прошу прощения. Но вы не можете пройти просто так. Позвольте, я схожу и спрошу. У меня есть только самоуверенности. По-моему, теперь Юрий так много. Эй, как вам это? Точнее, вы смотрите, случился прям-таки бум. Копье такое ших и бластья бам! Оно как в небо вжух! Кто сделал что, как, что? Наездник на летающем драконе. Метнул в власти огромное копье! А потом взял и смылся. Человек на летающем драконе? Серьезно? Что за бред? Никогда такого не слышала. Я тоже так подумал, но несколько людей видели, как это произошло. Говорят, что это был драконий всадник. Драконий всадник. Да, этот мир полон сюрпризов. Эй, что вы себе позволяете? Пустите меня! Ну вот опять. С формулой этой бластия определённо что-то не так. Абсолютно всё в порядке. Насчёт вас не уверен. За кого ты меня принимаешь? Смерть! Мне прекрасно известно, кто вы такая. Знаменитый, гениальный маг, верно? Но на свете уж точно есть формула, о которой даже вы не знаете. Нельзя использовать такую странную формулу! Подумать о бедной бластии! Эй, хватит пялиться! Помогите схватить её! Пожар! Пожар! Господи... Что с него такое? Пожар? Я ничего не слышу, не чувствую. Эй, ты маленький логовичка! Еба! Проклятье! Тебя не так быстро поняли! Да ём-ёба! Отсюда! И вы вместе с этим мальчиком! Элиточка, ты... У нас приказ к тебе... Ничего не знаю! Моя хата с краю. Буньк! Сейчас или никогда! Эй, ты мелкая! Стой! Лошары! Простите! Простите! Эй! Хватит охлаждаться! Помоги поймать пацана! Проклятье! Ебой! Кэрл покидает команду! Сдриснул куда-то пацан! Хо-хо-хо-хо! Оказывается, оторвались! О, растет! Рита, тебе следует лучше думать, прежде чем что-то делать! Область, а барьера была такой странной, что я не сдержалась! Странный? Что-то подозрительное? Подозрительное, это не то слово! Слушай, у нас и так проблем полно, а? Ты можешь хотя бы никого в это не впутывать? Это все равно не ваше дело! Ну, страдаем-то мы! Юри Лоэл! Куда ты подевался? Господи! Я уважаю эту игру! Пока что, как бы я не любила Систирию, как бы я не уважала за многие детали Берсерию, но чё-то Рисперия пока что чё-то прям немножечко лидирует! Ух ты, господин знаменитость! Кажется, там ваш поклонник! Опять! Кто-то по-настоящему трудоголик! Эстеризе-сама! 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 Выходите! Я сказала! У вас полно проблем, ребята! Кто вы на самом деле такие-то, а? Это... Ну, я... Юри! Выходи! Выходи! Где бы ты ни был! Потом об этом поговорим! Отчасти это эффект свежей игры! Возможно! Возможно! Не без этого! Потому что каждая часть выходит и так... О-о-о! Боженька! Господи! Но, с другой стороны, в случае с Берсерией такого эффекта не было, хочу заметить! Так что, как бы... У-у-у-у! У-у-у! 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 А, Кэрол! Не пугай нас так! Ладно! Давайте двинемся в гавань Норф, пока здесь не стало совсем жарко. Этто... Допустим, в какую сторону нам идти? Так, в какую сторону нам идти? Сейчас куда ворона полетела? Разве это не звериная тропа? Уверена, что мы сможем тут пройти? Пройдем столько, сколько получится. Я не хочу опять попасться. Нужно быть на чеку, на следу чести здесь водятся монстры. Ха! Что такое пара монстров для храброго капитана Кэролла? Да-а-а-а! Верно! Но если бы барьер был в порядке, нам бы вообще не пришлось беспокоиться о монстрах. Меня это бесит. Почему в каком-то идиоте надо повсюду разрушать пласть и усложнять там жизнь? Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, хорошо. Что с ней? Эстел, я не знаю. Как вы думали? Ну, я об этом. Я буду отвечать. Я думаю, что ты скажешь. Как ты скажешь? Я, ты скажешь, что ты такой важный человек? Я не знаю. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот по графу не она очень приятная Она прям с одной стороны сказочная Но при этом Не настолько мультяшная Чтобы Выглядеть совсем детской-детской Сказочной-сказочной Она какая-то такая Черединка наполовинку Но при этом гармонично сделана И красивенькая Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Не знала, что в горах растут такие цветы Бедный империалка Субтитры сделал DimaTorzok Дыхание дыхание субтитры сделал DimaTorzok Дыхание пыльцы растения утомления может привести к головокружению и сильному чувству усталости Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Договорил DimaTorzok Договорил DimaTorzok Договорил DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прям, да. Надеюсь, сюжет тоже будет хороший. Хотя я в этом уверена. Так что просто можно играть и тупо наслаждаться вообще. Слушайте, лесок прям погулять из-за где. Не, ну метритян, то, что говорят, что лучшая игра серии вообще в принципе. Во-первых, это дело в кусовщину, вот как с седьмой финалкой. Это как бы лучше-лучше, да? Там переездания всякие, дополняшки, сиклы-пиклы, киношка. Но при этом... Очень многим девятая, например, нравится больше седьмой. И в принципе я могу понять этих людей, потому что девятая она тоже офигенная. И в принципе с Тейлсофами я более чем уверена, что так же. У кого-то любимая Ксилия, насколько мне известно. Так что как бы... Тут такое. Но пока что меня Весперия прям безумно радует. Она классная. И персонажи классные, и диалоги веселые. И геймплейчик приятненький. Причем... Вот что мне немножечко... С одной стороны нравилось, но с другой стороны немного... Немного напрягало, что в Зистирии, что в Берсирии. Когда там мочила бы начиналась серьезная. Там такое мельтешение на экране, и ты вообще не понимаешь, что происходит. А здесь как-то более-менее понимаешь, что происходит за счет того, что бои не такие быстрые и резкие. Хотя... Боевка в Зистирии в Берсирии мне нравилась. Но иногда там хрен вообще разглядишь, что происходит. Берсирия в Берсирии в Берсирии в Берсирии. ХАААХE Господи, эти картинки, понимаешь? Вот фантазия сразу все рисует. Все как надо, Б�. Господи... Обожаю, Б�. Не могу. Слушайте, я хочу потрогать эти растения. Че будет? Ничего, да? А че они тут лежат, стоят? ХАХАХ Игра весит, ну как, я бы не сказала, что очень много. Меньше, чем большая часть современных игр. Нормально, не очень много. Нет, Тейлсы, они прям клевые, слушай, каждая по-своему. Зистирия, она по-другому раскрывала тему героичков вот этих, да? Почему они не могут всегда геройствовать? И как оно вообще изнутри, все это геройство выглядит? Все эти добрые лыцари, понимаешь? Берсерия, она раскрывала человеческую натуру со стороны безумия. На что ты пойдешь, чтобы отомстить и так далее? И как ты, сможешь ли ты примириться с чем-то и с чем? И как ты это сделаешь? Бла-бла-бла, короче. О чувствах людей, о людях, в принципе, да? Которые не хотят, можно сказать, ничего плохого, но оказываются под ту сторону баррикад просто вот потому, что вот так вот получилось. Хотя они не виноваты иногда даже. Потому что, ну вот такая вот человеческая натура иногда. Это интересная тема, это даже в Берсерии она такая больше в психологию, а в Зистерии она больше в моральные такие моменты. Каждая часть по-своему хороша, чем-то своему. В каждой части какая-то своя атмосфера. Шарфом бить серьезно. Сделан из шерсти овец, живущих в области с высокой плотностью. Айра. В нем очень тепло. Так, ну ладно. Слушай, там уже топор как бы вываливался. Стоп, подожди. А, это для меня, может, франциско. На западе используется как доказательство зрелости. Высококачественный метал цельный топор. Ну посмотрим, давай. Сначала висперия для ржача, а в конце рыдать будем. Да стопудово будем. Бегает такой с топором, смотри. Икра сейчас все порыбает к храгам. Я в серии присудили звание темной фэнтези. Ну, если с поправкой на то, что это же РПГ на темной фэнтези, то, в принципе, да, я бы согласилась. Мрачненькая игрушка, на самом деле, жесткая. Если, ну, смотреть, да, за ширму вот этого анимешности, всего вот этого, очень жесткая. Прям мрачненькая там со всех щелей льется. Тебе понравилась консольфка Тейлз оф Берсерия? Мне понравилось все, в принципе, в Тейлз оф Берсерии, хотя некоторые персонажи отдельные меня там очень сильно бесили, но это не меняет того, что я их, их самих как персонажей, прям ценю. Потому что если персонаж вызывает те или иные эмоции, какими бы они ни были, это успех. Ну, вернее, меня там бесила только одна представительница персонажа, не будем называть ее по имени. Пока она себя в мозги не вправила, вот до этого момента она меня прям раздражала. Ну, потом, когда она начала понимать, что она творит, и немножечко поменяла свое отношение к жизни, ее... она выправилась, нормально стала жить. Но как у людей бомбило от того, что бомбит у меня? Так, я хочу наверх, там сундук. Да, нормальная билет. О, господи. Империал, иди под Берсерию почитай и послушай все, что я говорила о ней, я не буду тебе это повторять. Как персонаж она шикарна, она шедевральна, 100 из 10. Но это не отгонять от того, что она иногда дура. Которая зациклилась на чем-то одном, и вот все, вот... Ненависть, ненависть, больше ненависти. Вот это вот. Только мои проблемы в этом мире существуют. Только я страдаю, никто больше не страдает. Я одна такая несч... Потом, когда она вот стала зреть шире, а то, что етить в мире, оказывается, жопа происходит. Етить! Ладно, так уж и быть. Ввиду того, что решение моей проблемы решит и чужие проблемы, а что бы и нет. И все, понимаешь, все сразу стало на свои места. Вот тогда, в этот момент, расцвел антигерой во всех своих вообще красотах. Но пока она вот это вот... О, здравствуйте. Пока она ныла, это просто невозможно было. Прям ненавижу, знаете, персонажи, которые... О боже, я такой несчастный, только у меня проблемы. Я думаю, вот тут... Эх! Но зато ей потом вставили мозг на место и все стало неплохо. Остановись. Все, я молчу, молчу, молчу. Так. О, здравствуйте. О боже. Еще какой-нибудь агрессивный куст выскочит откуда-нибудь, да? Агрессивный цветочек. Что это? Это один из тех монстров, которые напали на Халур. Ммм, выживший. Если мы пройдем мимо, он точно попытается напасть на Халур снова. Но его теперь защищает барьер. Даже если и так, как жители смогут спать спокойно, зная, что прямо за барьером поджидают такие чудовища? Так, чат, давай только без лишних рыданий, потому что рыдания иногда спойлерные. Так что, давай. Держи себя в руках. О, музло. Мрачное музло. Сверхсила. Ой, надо ее ждать, короче. Фигачим! Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, падла какая-то. Ой, как вовремя-то полечила меня, милая моя. Плохо он живет. Пацан помер, нифига себе. Все, нас начали жахать. О боже, ползи, женщина, ползи быстрее отсюда. Лечите пацана. Уу, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Гасимся отсюда, нифига себе. Вот те и здравствуйте. Да камон! Меня убили, прикинь. Фига себе. Фига себе, флагон жизни где-то. воскрес так чё так больно ты камон вот здесь здравствуйте блин жопонька настала резко флакон жизни не надо меня примет дура не надо на меня применять флакон жизни уже воскресла а че так больненько то внезапненько больненько стало и наша прокачка к нам так нужно дура не умирай беги и спасайся вот это да вот это вот это прям прям жопа чё-то на стол орешка Сахар, бей, 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 бей. Ой, 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 ой. Так, я уже думаю, может быть, как-то с мелкими сперва. Цветочки еще какие-то, да, подозрительные. Вот там лилии вот эти. Но мы вроде далеко от них. Че они нас глушат, непонятно. Пацана воскреша. Ой, сейчас я чувствую, что заново придется начать. Плакон с нектарем. Предотвращает, кстати, магические эти самые на одну минуту. А, почему? Так, ладно, сейчас мы, знаешь, что делаем. На камон! Короче, к ним надо просто не подходить. Нам надо гасить главное говно. Готовь, ой, 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 ой. Слушай, а че так больно? Воскресло. Бежи! Да камон! Так, по-моему, как-то вот тут. У-у-у! Нихрена себе! Нихрена себе! Нихрена... Так, ладно. Сейчас умираем тогда. Нет, знаешь че, подожди. Не, умираем. Умираем, 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 умираем. Вот это да! Ни фига себе, ворвались. Ни фига себе, босс. Шли, шли, понимаешь? Прикольно. И больше ничего не слышали. Игра окончена. Я поняла намек, хорошо. Я понял. Но... Играем. Продолжение следует...